Как изменчива подчас бывает судьба? Ещё вчера ты был кумиром миллионов, а сегодня тебя уже никто не помнит. Вчера на вершине славы и успеха, сегодня на обочине жизни. Как болезненны подобные удары судьбы. И как жестоко подчас жизнь обходится именно с теми, кто совершенно не готов принять её вызов. Результатом такого неравного противостояния, как правило, оказываются сломанные судьбы. Герои нашего фильма когда-то были кумирами миллионов советских зрителей. И особенно зрительниц. Обаятельные, мужественные, невероятно красивые. Просто идеал мужчины. В 60-70-х годах прошлого века актёр Геннадий Бортников был кумиром театральной Москвы. Театральный критик Виталий Вульф вспоминал, как однажды в буквальном смысле не смог выйти из театра имени Моссовета, где работал Бортников. Потому что всё пространство около входа было заполнено людьми. В основном это были женщины. Они ждали появления своего бога. Гена Бортников для них был бог. Высокий, фактурный, с этими сумасшедшими глазищами. Он меня поразил своей невероятной внутренней свободой. Понимаете? Вот это было видно, что у человека ничего не давит. Он без оглядки. Лёгкость Бортникова, возможно, была предопределена датой его рождения. Он появился на свет 1 апреля. Его дед служил на Балтийском флоте. Отец был лётчиком. По идее, всё говорило за то, что и Гена пойдёт по военной стезе. А он пошёл в актёры и стал звездой. Выйдешь в люди, большим человеком будешь. Не гордись. Мать-отца помни. Они ведь тебя на своём хребте вытащили. Люди ночевали в садике перед театром, чтобы достать билеты в театр. И именно на все спектакли Бортникова зал был битком забит. Отец, однако, увлечения сына театром не разделял. Он считал, что мальчик должен выбрать мужскую профессию. Под нажимом отца Бортников по окончании школы поступил в машиностроительный техникум. Но всего через год оттуда ушёл. Юношу манило искусство. Браво! Достойная цель! Я вижу, ты на всё готов сверчить. Но в театр Бортников пришёл не сразу. Сначала было художественное училище. Этот выбор был неудивителен. Мальчик с детства проявлял способности к рисованию. В школе рисовал шаржи на учителей, за что не раз получал от них нагоняй. А дома Геннадия стыдил отец. Вот брат у тебя, к примеру, лётчик. А ты? По идее, из-за мальчика должна была вступиться мама. Но, увы, её Бортников потерял, когда был ещё совсем маленьким. И потом за всю жизнь так и не встретил женщину, которая бы стала ему по-настоящему родной. Жены у меня нет. Но тогда, значит, мама. Матери тоже. Простите, она умерла? Я потерял свою мать, когда мне было 4 года, в самом конце войны. Рано потерял мать и коллега Бортникова. Актёр Геннадий Корольков, чья судьба тоже сложилась весьма непросто. Когда-то его называли советским Бельмондо. Причём поклонники были уверены, наш Бельмондо намного круче. Мне посчастливилось знать и работать с Геной Корольковым. И я могу сказать, что это грандиозный актёр. Это МХАТовская школа. Он умел слушать партнёра. Товарищ генерал, я жизнью кровью скуплю. Не оправдаю. Отстрелять. Будущий заслуженный артист трёх советских республик появился на свет, когда над страной нависла смертельная угроза. Не случайно именно в этот день, 3 июля 1941 года, Сталин обратился к нации со знаменитым «братья и сёстры». Война вскоре и забрала у Генки маму. Вступив в партизанский отряд, она ушла на задание и не вернулась. По возвращении с фронта отца семья переехала во Львов. Там Корольков заболел самодеятельностью. И в 10-летнем возрасте дебютировал на сцене в роли негритёнка. Его блистательное умение перевоплощаться впоследствии ценили и режиссёры, и коллеги Королькова. Он был очень какой-то общительный, очень симпатичный, очень обаятельный, очень остроумный. В нём была, конечно, мужская притягательность и обаяние. Ты от него не отнимешь. Мне нравятся все его роли. Особенно, конечно, тени исчезают в полдень. Федька, ну не доводи ты меня до греха. Федька. Я тебя, гада, из-под земли достану. Не уползёшь. Федька, молчи! Молчи! Я тебя... Ещё одна знаковая киноработа Геннадия Королькова «Человек в проходном дворе». В этом фильме его героя настигает эхо войны. Прожитая им на экране оказалась близко не только самому актёру, но и многим зрителям. Впрочем, как и большинство ролей Королькова. Я помню, все эти его картины «Человек в проходном дворе» и другие фильмы, где он... Ну, действительно, у него хорошая внешность была, очень органичной. И поэтому всё, что он играл, это действительно воспринималось зрителями. Принимали его, потому что он был очень достоверен. Я вам не очень помешаю. А мне всё равно. Ну, зачем же так жестоко? Я ведь могу сесть за другой историк. Пожалуйста. У вас что, плохое настроение? Нет. А у меня неважное. Эхо войны настигло и ещё одну звезду с изломанной судьбой – актёра Юрия Каморнова. Михаил, прошу, пожалуйста, жизнь мне не отвергать. Ради Сьюрия Каморной сегодня он мог бы, наверное, стать звездой Голливуда. Он – голливудский актёр. Ну, вот тогда у нас были голливудские актёры, но поскольку мы были тогда закрыты границей, никого не приглашали в Голливуд, но если бы, понимаете, тогда приглашали, он, конечно, бы в Голливуде играл, ну что? Но Каморный родился в тревожном 44-м, в эвакуации. Назвали в честь отца, тот был военным и погиб, не дожив до 30-ти. Возможно, поэтому Каморный потом так любил играть именно в военных. В свой последний день рождения, по воспоминаниям друзей, Каморный скажет, «Я не думал, что настолько переживу отца. А стоило ли?» Я живу у мамы. У мамы! Мама не хотела, чтобы сын становился актёром. И до поступления в театральный Юра плавал мотористом на каботажных судах, трудился электриком-ремонтником на комбинате «Апатит». Но и там мечтал об актёрстве. И даже занимался в театральной студии, расположенного по соседству ДК. Однако про Заполярный Кировск уж точно не скажешь, чтоб театральная жизнь там била ключом. И 18-летний Каморный уезжает в Ленинград. В этом городе всё вокруг невольно настраивает на возвышенный лад. Мерно несущая свои воды Нева, ажурные силуэты мостов, строгие и вместе с тем изящные контуры многочисленных соборов, дворцов, особняков. Ещё не утраченные следы былой роскоши. Одно слово – северная Венеция. Неудивительно, что именно в Ленинград устремился романтически настроенный Юрий Каморный. Тем не менее, в Ленинградский институт театра музыки и кинематографии Юра в итоге зашёл случайно – поболеть за поступавшего приятеля. И там его приметил маститый педагог и режиссёр Зиновий Карагоцкий. По окончанию учёбы Каморный пришёл в Ленинградский тюз. И это стало звёздным часом актёра. Зрители, а особенно зрительницы, шли в театр специально на него. Ну, не любиться в него было невозможно. Женщины просто сходили с ума. Потому что это герой-любовник. Дон Жуан. Такой красивый, такой молодой, такой потрясающий. Но дело было не только в удивительном мужском обаянии Каморного. Недаром опытнейший Карагоцкий охарактеризовал его так – актёр безграничных возможностей. Знаешь, что тебя ждёт? Смерть уж я позабочусь. Небось надеялся меня на колени поставить? Каково теперь? Мы просто обожали его Юру. Работать с ним было безумно интересно, потому что он был фантазёр. Он без конца приносил какие-то новые идеи. На Каморном держалась значительная часть репертуара театра. Он играл много. Свои люди сочтёмся. Каморный играл в этом спектакле рис Положенского. Он придумал манеру выпивки этого человека. Когда она выпивала водку, и она ему причиняла небесное блаженство. Когда она попадала в жудок, то его всего вздёргивало. Это был такой аттракцион совершенно замечательный. Но в 1973 году Каморный уходит из ТЮЗа. Реакция руководства театра. Дуракам помочь нельзя. А Каморный, возможно, просто элементарно устал. Сегодня ты Гамлет, а завтра ты так же серьёзно и так же хорошо играешь. Задние ножи, ноги кобылы. Сивые кобылы в спектакле сказка о Попе и работнике его Балде. Это не всем доставляет удовольствие. Он сделал ставку на кино. Он подумал, что кино его вывезет и сделает его популярным артистом. Надо сказать, что Юра был безумно музыкален. Он практически играл на всех инструментах. Он играл на гитаре, он играл на фортепиано, он играл на гармошке. Многие у нас пели, но вот так, как он, никто не умел. Особенно ярко музыкальный талант Каморного проявился в фильме «Проводы белых ночей» режиссёра Юлиана Панича. В этой картине Каморный изначально должен был играть в эпизоде. Но в итоге получил главную роль. Слишком опоздал с письмом посыльный. Вовремя не смог такая жалость. Их любовь была большой и сильной. Жаль, что смерть сильнее оказала. Питерские белые ночи преисполнены романтики. Что может быть прекрасней, чем бродить до утра по набережным фонтанки и Невы, вдыхая пьянящий летний воздух, напоённый сладостным предчувствием чего-то большого и светлого. К фильму «Проводы белых ночей» прекрасно удалось передать это настроение. Неудивительно, что он сразу полюбился широкому зрителю. Но вскоре после его выхода режиссёр Юлиан Панич эмигрировал из СССР. И картину положили на полку. Запрет, однако, имел обратный эффект. «Проводы белых ночей» стали невероятно популярны. А Юрия Каморнова узнала вся страна. Кино и в самом деле сделало актёра звездой и секс-символом союзного масштаба. «Проводы белых ночей», «Освобождение», «Стрелы Робин Гуда». Но чего стоил Каморному этот успех? В фильме «Освобождение» герой Каморного, сойдясь в рукопашной с фашистом, применяет эффектный приём – ставит блок. И в результате одерживает победу. Но это по сценарию. На съёмках, увы, всё пошло не так. Фашист штык-ножом его собирается ударить в голову. Юра ставит блок этого фашиста, перекручивает. Потом, значит, его, этого фашиста, его же штык-ножом закалывает. А фашист этого играл простой солдатик. И когда, значит, мотор, камера начали, то этот фашист обводит блок Юры и всаживает ему этот штык-нож ему в голову. У Юрки там было несколько швов на голове. Казалось бы, Каморному повезло, как мало кому из его коллег. Ведь в кино он сразу дебютировал в главной роли. И его дебют оказался невероятно успешным. Но и здесь не обошлось без травм. Он снимался в фильме «Зоси». Снимали переправу на плотах. Солдаты переправляются, значит, на переплаву. А вокруг них взрывы раздаются. И, естественно, пиротехники поставили там эти самые шашки взрывные на палках в воду. Солнце, значит, как это называется, вышло. Мотор, камера начали, плот поплыл. Взрыв. А оказывается, течением одно из шашек занесло под плот. А там достаточно мощный заряд был. Значит, взрыв, плот весь разлетается в бревна. Юрия Юрьевича Каморного вылавливают по реке, без сознания, где-то ниже по течению. Он очень громко, кстати, всегда говорил. Я еще удивлялась, почему он так громко говорит. А у него была контузия. Потом я просто узнала, что у него, он просто плохо слышал. Ему казалось, что он говорит тихо. Геннадия Бортникова тоже открыл широкому зрителю фильм о войне. Сыграв в картине «Взорванный ад» советского разведчика, актер в буквальном смысле проснулся знаменитым. Мне всегда хотелось повелевать. Знать, что судьбы многих людей в твоих руках. И все же в кино Бортников был редким гостем. Его стихией был именно театр. Возможно, потому, что для Бортникова счастье играть на сцене было уж слишком выстраданным. Узнав, что отец собирается силой отправить его в Суворовское училище, юный Бортников сбегает в монастырь. В Троице-Сергиевой лавре он изучает быт монахов, учится писать иконы. А по возвращении твердо заявляет родителю – буду поступать в театральный. Тут Геннадий проявил себя как настоящий мужчина. Сказал – и сделал. Узнав, что его отпрыск принят в школу-студию МХАТ, отец махнул рукой и смирился с выбором сына. Звезда Бортникова взошла быстро. По окончании школы-студии МХАТ актер был принят в театр имени Моссовета. И уже очень скоро репертуар театра начал строиться именно под него. Положение Бортникова в театре Моссовета было в определенном смысле беспрецедентное. Ни одна прима театров московских, наверное, не имела такого положения. И в этом смысле гена Бортникова – это был номер один. Не так все было. А вот как было все, Соня. Я, видишь ли, Наполеоном заходил сделаться. Вот и убил по примеру великого авторитета. «Петербургские сновидения» – это был потрясающий спектакль, потому что, на мой взгляд, самый такой яркий и лучший Раскольников – это Бортников. Так как он раскрыл этот персонаж, я думаю, что это никто не сделает. Одна из лучших театральных ролей Бортникова, его бенефис – пронзительный спектакль глазами клоуна, на котором, по воспоминаниям очевидцев, срывали двери. У него всегда был штат поклонниц, в основном дамы. Они ездили за ним на гастроли в другие города, и они с ним так вот всю жизнь прошли, преданно, так сказать. Это была так квазирелигия какая-то для них, очевидно, вот он. Но он их прикармливал, надо сказать. Значит, ему как-то эта потребность у него какая-то в этом была. У Геннадия Королькова от поклонниц также не было отбоя, особенно после фильма «Три дня» Виктора Чернышева. Актер тогда в буквальном смысле проснулся знаменитым. Новоявленную звезду тут же заметили столичные театры. Корольков стал актером театра имени Маяковского. Там его приняли с распростертыми объятиями. Появились интересные роли и новые друзья. Ближе всех он подружился с Евгением Леоновым. Вскоре эта дружба сыграет с Корольковым злую шутку. Леонов ссорится с худруком театра Андреем Гончаровым и громко хлопает дверью. Корольков из «Мужской солидарности» следует его примеру. Оба актера впоследствии оказались в ленкоме. Гена, конечно, был очень ярким человеком. Его вот этот темперамент, он был, как сказать, очень компанейский. Мы все время собирались после спектакля. Буфетили или куда-то ехали, брали гитару. И Гена с удовольствием подпевал, танцевал, замечательно просто. Был очень эмоциональный, заводной человечек. На репетиции он создавал атмосферу бандитизма, я бы сказала. Анекдоты в перерывах там, да, подколоть может. Ну, ты дала, сейчас тут так мимо нот пропел там. Надолго остановитесь? Я бы остановился у вас на всю жизнь. Но дела знаете. Я у вас серьезно спрашиваю. Вы дома шутите, а здесь учреждение. Но в ленкоме Корольков, увы, не прижился. У нас пошли музыкальные спектакли, да, «Звезда и смерть». Потом Юдон Авось вот это. И в этот момент ему стало как бы скучно. Он пошел вот по сериалам сниматься, стал отпрашиваться. Корольков привел в ленком и свою жену, актрису Фатиму Кладо. Однако главный режиссер театра Марк Захаров ролей ей не давал. Когда же Фатима попробовала поговорить с ним, Захаров прямо заявил, что бездарные актрисы ему не нужны. На следующий день в кабинет Захарова ворвался Корольков. «Со своей женой на кухне так разговаривай, а с моей не смей». В итоге Корольков, как и Юрий Коморный, ушел из театра. И этот уход счастья ему не принес. У него был очень трудный характер. Он тяжелый был, особенно когда он был в неадекватном состоянии. Вот это вот состояние его всегда выбивал, он становился каким-то непохожим на себя. Такое ощущение, что в человеке какое-то второе нутро, какое-то бесовское какое-то нутро открывалось. И он мог оскорбить, мог обидеть. Такая морда шкодная, такой белобрысый, голубоглазый, хулиганистый, с такой сигареточку сюда, с острым словцом. Вот бесшабашно с него была. Мы же не можем сказать, что мы все святые, что мы не пьющие, что мы там не влюбляемся. Он был женат на Фатиме. И у них прекрасный родился сын Антон. Но и после рождения ребенка советский Бельмондо не стал примерным семьянином. О его романах судачила вся Москва. Слухи по столице расходятся быстро. Недаром говорят, что Москва – это большая деревня. Модное нынче слово «пиар» в 70-е в обиход еще не вошло. Но скандальную репутацию так или иначе Корольков себе обеспечил. Ходили слухи и о многочисленных внебрачных детях Королькова. Причем, как выяснилось отчасти, эти слухи правдивы. Вдруг в один прекрасный день приходит молодая девушка и женщина, и они говорят по-чешски. И Гена говорит, это моя дочь. Мы, конечно, были не то что там в ужасе, но мы же об этом не знали. Супруга Юрия Каморнова, вероятно, тоже догадывалась о многом. Рассказывают даже, что свекровь ее утешала. Люди в блокаду хлебом делились. А тебе что, мужика жалко? Но ведь мужчина стал бы совершенством, когда бы он постоянством обладал. Чтобы Юра Каморнов опоздал куда-нибудь, такого быть не могло. Чтобы Юра Каморнов не исполнил то, что он обещал, это свет должен был перестать существовать. Еще про Каморнова поговаривали, что у него проблемы с алкоголем. Что ж, популярность и зеленый змей часто идут рука об руку. А ему много нельзя. Он не совсем здоров. Сто лет по нове. Ходили слухи, что и великий Гена Бортников закладывает за воротник. Причем пищу для этих слухов зачастую давали его коллеги. Актер такой был Саша Малов. Он работал в театре «Сфера». И он говорил, что Генка как напьется, ох, как всех разносит. Но с огледатой и разнощик сплетен. На этом свете больше сотворили зла, чем яд или кинжал в руках убийцы. Про Бортникова говорили, что он был очень московским актером. Он будто вобрал в себя всю многоликость этого города, порой не поспевающего за собственным бегом, но умудряющегося при этом сохранить свое очарование и даже какую-то патриархальность. Стоит только свернуть с шумной улицы в один из неприметных московских переулков. Но пульс Москвы неровный. Она то и дело норовит встать на дыбы, показать себя во всей красе, не сдерживая эмоции и не задумываясь о последствиях. Впрочем, возможно, это все нервы. Он был такой человек-то, очевидно, нервный, импульсивный. Он очень дружил с Ией Савиной. Она тогда в нашем театре работала. И вдруг были гастроли в Киеве. Они в одном купе ехали, высвое в одном. А у Савина достаточно популярна была. И, насколько я знаю, он что-то там сьюморил по поводу ее окружали поклонники или поклонницы. Она тоже была достаточно ранимой натурой и достаточно нервной. И она ему сказала, да, вот у тебя этого нет. На смысле вот такого признания всесоюзного тогда. Там произошла какая-то история. Он ударил ее бутылкой по голове. И это был такой серьезный конфликт. Савина в суд-то не упадала. Но потом это все как-то улеглось. А быть может, всему виной одиночество. Ведь свою половинку кумир миллионов так и не обрел. Да и был ли у него шанс это сделать? Не знаю его личной жизни и в эту область, как сказать, не хочу лезть. Но мы общались, прекрасно общались в театре. Но вот то, что касалось как-то его внутренней какой-то вот жизни, личной жизни, он туда не допускал. По натуре своей он был одинокий человек. Очень ранимый человек. Вот как ни странно, несмотря на свою ориентацию, мне он не казался, он казался мужчиной. В нем не бросалось в глаза женское одиночество. А мне он казался как раз наоборот, очень таким интересным мужчиной. Он себя вел как мужчина, он говорил как мужчина, он чувствовал как мужчина. Как известно, парни не плачут. Настоящие мужчины все всегда переживают молча. Как переживал Юрий Каморное отсутствие новых интересных ролей и расставание с женой актрисы Ириной Петровской и дочерью Полиной. Вторая жена Юрия, Ада Ставиская, как-то обмолвилась. Женщины на нем висели гроздьями. Довольно долго она все терпела. Но в какой-то момент чаша терпения переполнилась. Впоследствии, правда, Ада жалела о своем уходе. Если бы у меня тогда хватило терпения, может, все сложилось бы по-другому. Он был такой, знаете, как загнанный зверь в клетке. Ощущение такое, что за ним кто-то гнался, и он не находил выхода. Я наблюдала за ним, что он очень был неудовлетворен, что происходит с ним. Он хотел вырваться куда-то. У него был вызов. И этот вызов был обществу. И понятно, что такой герой, он рано уходит. Он был загнан происходящим, потому что он жил еще в коммуналке. Ну, как в коммуналке жить? Артисту, заслуженный артист России, который даже не может спокойно попеть песни. Потому что тут же стучат в стенку. А соседи только и ждали. Любовь Каморнова к холодному оружию подметили его коллеги еще во время съемок фильма «Проводы белых ночей». Он, видишь, понавесил тут шпаги, сабли. Он пригласил нас к себе домой. И там мы немножко посмотрели его конгуру. И сабли эти, которые на ковре были, в изобилии. Я никак не отнеслась к этому, потому что я не понимала, зачем сабли. Потом, когда я услышала, что он погиб, я все это начала как-то придумывать, что сабли, и это вот его такая скоропостижная, что это как-то связано почему-то. Ну, вот это странное увлечение оружием. Обстоятельства трагической гибели Каморнова в Ленинграде поздней осенью 1981 года до сих пор окутаны массой слухов. Михаил Веллер говорит о том, что он был просто безжалостно застрелен милиционерами. Но это неправда, потому что там было все гораздо сложнее. В тот день в гости к Каморному приехала его новая подруга. С ней актер познакомился на съемках своего последнего фильма «Игра без козырей». Может, останетесь с нами? С удовольствием, но некогда. Да принесет кто-нибудь, наконец, шампанское или нет? Это Ванда, она приехала к нему, он ее держал двумя кинжалами, двумя ножами, держал, и что-то вот произошло с его головой. Он говорил, если они войдут, мы с тобой умрем вместе. Ну, вот какая-то вот такая вот, ну, какая-то мистическая история. И соседи вызвали врача, врач вызвал милицию. Эти милиционеры, они сделали все возможное, чтобы не стрелять. И они нашли где-то во дворе какую-то огромную доску. Они с этой доской ворвались в комнату и разделили их, вот его и эту девушку, разделили этой доской, но она вместо того, чтобы бежать в сторону двери, она побежала в другую сторону. И все началось по-прежнему. И тогда вот милиционер, значит, сказал, я буду стрелять. Я думаю, что если бы, конечно, он остался в театре, все по-другому сложилось. Очень важно было для него не уходить из театра. Всем смертям на зло. В крови не найдено алкоголя. У него вот были там три сотрясения мозга. В последнее время он лечился у врача. Лечился вот с головными делами. Его сорвали на съемки. Он недолечился. Чего-то, что-то произошло. Какое-то, какое-то, какое-то нездоровье. Вот так нелепо умереть в 37. Но оказывается, это еще не самое страшное. Куда мучительнее дожить до того момента, когда судьба словно в издевку подарит тебе последнюю весьма незавидную роль. Как это случилось с Геннадием Корольковым. Гена перешел вот сюда, вот в эту раздевалку, работать, ну, подавать кальто. И все зрители, которые приходили сюда, все его узнавали, но у всех никто даже не посмел, поскольку народ, видимо, и сам был в таком же положении. И поэтому никто даже не посмел у него спросить, а как же ты здесь оказался гардеробщиком? Потому что Гена, он, знаете, как сказать, у него был очень принципиальный человек, очень принципиальный человек. Некоторые, ну, как мы говорим, красные пиджаки даже давали ему деньги. Гена не брал. Однажды я увидела, что какой-то настойчивый мужчина, так как Гена не брал, то он просто насильно ему всунул какие-то деньги прямо в его карман. И поскольку Гена сопротивлялся, он сказал, ну, чего ты вообще? Чего ты? Я же тебе не последние деньги отдаю свои, поэтому ты уж не стесняйся. Не менее жестоко жизнь обошлась и с Геннадием Бортниковым. Вообще, мне кажется, что по-настоящему глубоко-то он-то до конца и не раскрыт был. Ну, так сложилась судьба, что его очень опекали, руководили и Завадский, и вот Ирина Сергеевна, и Анисимова Ульф. Когда их не стало, ну, руководство к театру как-то к нему, ну, не скажу, что хорошо очень относилось, но просто было равнодушно. Я думаю, что это, конечно, укорачивает жизнь. Когда ты кумир вчера, а сегодня ты никто. Не просто просто артист, а ты никто. Ты на помойке. Даже люди, артисты с нормальной ориентацией, в традиционной, не вписались, не прошли испытания времени. Потому что были 90-е годы, кино не было, появились другие герои, другие ценности, резкая смена декораций, и люди не удел. Он переживал тяжело, он не показывал это. Он все держал в себе, и это все, конечно, сказывалось на его самочувствии. Это было видно, что он был нездоров, он был грузный, сердце, видимо, плохо качало уже кровь. Это был, конечно, уже не тот Бортников, юный и прекрасный. В конце концов, болезнь взяла свое. В марте 2007 года актера госпитализировали с инфарктом. Из больницы он уже не вышел. Конечно, это было просто шок, когда вроде бы все нормально, вроде бы уже начал поправляться человек, и вдруг сообщение о гене не стало просто. Шопен. Ноктюрн до минор. Когда мы репетировали братьев Карамазов, собрались для репетиции, а Бортникова нету. Ну, нет и нет, нет и нет. Через 20 минут он явился. Ну, и Раислав Янович, блядь, как человек очень такой корректный, дисциплинированный, он говорит, «Гена, ну что же это такое? Это вообще ни в какие ворота не идет». И он так экспрессивно, значит, говорит Раиславу Яновичу, ну да, это моя творческая индивидуальность. Но мистика заключается в том, когда мы собрались на панихиду по его поводу, гроба-то не было. И он тоже на 20 минут опоздали эти люди с гробом. И все даже как бы неуместны, но мы говорим, вот Гена опять опоздал. Геннадий Бортников Геннадий Корольков Юрий Каморный Судьбы каждого из них прекрасны и трагичны по-своему, но роднит их то, что все трое когда-то были звездами, а потом вдруг стали лишними. Возможно, отчасти в этом виноваты и они сами. Обладая непростым характером и Бортников, и Каморный, и Корольков, порой совершали необдуманные поступки, круто менявшие их судьбу. И далеко не к лучшему. Они купались в лучах славы и всеобщей любви, но в момент ухода каждый из них оказался одинок. И, пожалуй, в наибольшей степени их погубило именно равнодушие окружающих. Не нашлось человека, который протянул бы в трудный час руку помощи, обогрел, поддержал. И кто знает, возможно, тогда их судьбы сложились бы менее драматично.